Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал 7Семян, я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как правильно защитить плодовый сад от грызунов. Грызуны могут в зимний период времени, такие как мыши, зайцы, просто уничтожить дерево, если ничего не сделать. Особенно, если лес у вас рядом. Так что, друзья, сейчас мы с вами проработаем технику защиты нашего плодового сада. Итак, плодовое дерево. Здесь два варианта. Если вы красите дерево или же вы заматываете дерево, неважно, каким способом вы идете, если у вас укровной материал или краска, ваша основная защита. Что мы можем сделать? Берем, одеваем перчатки и вот ствол, начиная даже с скелетной ветки, можно точечно, можно просто вот так все умазать пахучими веществами. Что может быть в виде пахучих веществ? Это может быть мазь Вишневского, это может быть креолин, это может быть березовый деготь. Все они пахнут, ну, очень-очень сильно. Даже весной, если вы придете, вы этот запах почувствуете. То есть, просто умазываем вот этот ствол. Этого достаточно на всю зиму. Если у вас нет такой возможности, можно использовать следующий вариант. Ну, это уже народные способы, когда привязывает вот к этим, то есть высота снежного покрова у нас, как правило, на 50-60 сантиметров. К стволу привязывают вот сюда, к стволу, привязывают ветки иголками вниз. Лапник или же там где-то обрезку делали у своих хвойных, там у сосен. Пожалуйста, вот это все можно привязать иголками вниз. Если вы не хотите, можно привязать репейник. Мыши тоже это не любят, у них зацепляются за шкурку и они начинают страдать. Поэтому можно привязать репейник. Это тоже из народных средств. Неплохо работает кошачий наполнитель, использованный. Пожалуйста, можно раскидать его. Прямо-таки вот здесь вот приствольный круг. Но помните, если у вас, например, оттепель, снег, оттепель, снег. Вот этот вот кошачий наполнитель, он под воздействием вот этой влаги, он просто раскиселивает и превращается вот в ничто. Поэтому то действие, на которое мы рассчитываем, оно, в общем-то, может не остаться от него. Поэтому здесь вот уже, ну, сами выбирайте. Полагаться на 100% на него точно не нужно. Друзья, все, кто спрашивал, все, кто интересовался, Черная пятница в интернет-магазине Семь Семян начнется с 21 по 27 ноября. Вот уже сейчас вы можете готовиться, собирать корзину с вашими товарами. А как только придет пятница, сразу раз и все накупите. То, что вам надо. Так что готовьтесь, тем более в интернет-магазине Семь Семян там есть очень много всяких полезных вещей. Есть еще один способ, который можно тоже использовать для защиты плодового сада. Если у вас, например, снежный покров небольшой, и вы живете в том регионе, где снега не так много бывает, вы можете просто расставить вот такие ловушечки. Смотрите, старая банка полуторалитровая, баночка из-под пирожного, из-под торта, пожалуйста, все это годится. Вырезаем отверстие для мышей, закрываем крышечкой и все, сюда накладываем отраву. Это могут быть и тестосырные брикеты, это могут быть зерно. И вот эту вот ловушку мы сюда вот раскладываем. Только обязательно ее пришпильте чем-нибудь, ну вот даже можно электродом. И все, и мыши точно у вас сюда зайдут, полакомятся, и в общем-то все. Стволы останутся целы, а трава у них есть. Кстати, можно использовать еще тестосырные брикеты, вот для ловушек. А есть еще парафиновые брикеты, друзья. Выглядят они вот так. Это вообще чудесная штука, именно рассчитана для укрытий, для любых. То есть они плотные, жесткие, их растворить крайне-крайне тяжело. Поэтому вот если у вас есть какие-то укрытия, или вы как-то планируете защищать корневую шельку, делаете какую-то защиту, под розы, под клематизы, пожалуйста, вот все, что где есть укрытие, можно использовать тестосырные брикеты. Растворяются они крайне-крайне тяжело. Можно так же точно и положить под снег, но все равно они в конце весны все-таки растворятся. Все-таки лучше им какую-то сделать защиту от влаги. Не сразу, конечно, они до середины зимы точно проработают, но все-таки могут раствориться. Из народных средств еще неплохо работает кошачья шерсть. Если у вас есть кот, расчешите его, кошачью шерсть. Ну, поверьте, если у вас плодовый сад большой, то кот может остаться вообще без шерсти. Поэтому кошачья шерсть это дефицит. Ну, можно тоже, кстати, ее вот по плодовым деревьям вот здесь где-то привязать. Запах она тоже достаточно долго сохраняет. Пожалуйста, можно все это использовать. Друзья, все защиты от мышей, различные отпугиватели, различные... В общем, все-все-все вы можете найти в интернет-магазине 7 семян. Не забывайте, что для подписчиков канала 10% скидка. Промо-код вы сейчас вот здесь видите. Все, я обращаюсь с вами. До новых встреч!